Приветствую, друзья! При разработке на Angular нужно выбрать правильный продукт. На сегодняшний день, на 2021 год, на рынке есть два продукта. Это VS Code и WebStorm. В этом видео я хочу поговорить о WebStorm, показать, как я его использую и показать его некоторые главные возможности, которые реально усилят вас как разработчика. А пока что я создам новый проект Angular и перейду к рассказу о том, что такое WebStorm. Меня зовут Максим Гром и это канал по веб-разработке. WebStorm — это продукт компании JetBrains. JetBrains — это компания, которая выпускает множество разных интегрированных сред разработки. У них есть продукты для PHP — это PHPStorm, есть продукты для C-Sharp — это Rider, для Java есть продукты. JetBrains разрабатывает свою платформу, используя Java. То есть WebStorm — это продукт, написанный на Java. Это модульный продукт WebStorm состоит из определенного набора компонентов, в то время как там PHPStorm состоит из другого набора компонента. Мы можем увидеть это на странице «Все продукты», мы можем увидеть, какой продукт содержит какой набор базовых компонентов. Большинство из этих компонентов, например, Angular может быть доставлен в PHPStorm, и React может быть также доставлен в PHPStorm, либо в другую-другую систему. Это позволяет вам купить одну лицензию и пользоваться полноценным набором возможностей. Если вам не нужен PHP, .NET, либо какой-то другой язык программирования, то в этом случае подойдет облегченная версия для работы только лишь с JavaScript. JetBrains не делает эти продукты бесплатными. То есть эти продукты все-таки стоят денег, и вы можете пользоваться бесплатно этим продуктом первые 30 дней. Далее вас будет выкидывать каждые полчаса, но это тоже вариант хороший. Вы сможете вставать с вашего стула, походить по комнате, подумать о том, что вы пишете. Иногда это приносит больше пользы. Перезапустить IDE и продолжить вашу работу на следующие полчаса. Еще вариант — это отправиться на Stepik. Я не знаю, где это. В комментариях вам точно подскажут. Мне уже несколько раз писали, что на Stepik можно получить ключи для WebStorm на несколько месяцев. Вам нужно выполнить там какие-то задания, и потом вы получаете ключи. Потом приходите, выполняете заново задания, получаете новые ключи. Как это работает, я не знаю. В комментариях, думаю, будут подсказки. И третий вариант — это пойти и просто-напросто купить этот продукт. Отправимся во вкладочку «Купить». Здесь есть вкладочка «Организации». Нас это не интересует. Нас интересует индивидуальное использование. Далее годовая подписка, в принципе, нас интересует. Я надеюсь, вы парни серьезные. В случае, если вы купите первый раз эту подписку, то она будет стоить 59 долларов в год. Далее второй год — 47 долларов, потом 35 долларов все последующие года. Если посмотреть помесячно, то мы увидим, что это всего лишь 6 долларов в месяц. Надеюсь, ваш доход как программиста немножечко выше, чем 6 долларов в месяц. И для вас это не будет очень большая трата. И есть еще последний вариант. Если вдруг вы студент, у вас есть почта, которая заканчивается на Education, Edu. В этом случае JetBrains вам может предоставить любой продукт бесплатно в целях обучения. Вы на нем не должны разрабатывать. Но я не знаю, есть ли какие-то проверки у JetBrains, чтобы попасться, если вдруг вы действительно будете разрабатывать, используя почту Edu. Так что вариантов очень много, как использовать этот продукт бесплатно, хотя бы первое время. Дальше, возможно, ваш клиент будет оплачивать этот продукт, чтобы производить разработку лицензированным софтом. Ну давайте посмотрим, установился ли наш ангулар. И я вижу, что он установился успешно. Запускаем WebStorm. Это можно сделать таким образом, либо через терминал. Давайте я сейчас запущу его вот таким образом. В случае, если вы запускаете первый раз, то вам предложат запустить реальную версию. Либо ввести ваш логин-пароль, где вы купили лицензию. Либо получили студенческую лицензию. Либо ввести регистрационный ключ. Например, ваша компания имеет ключ, и она вам его предоставит. Или, возможно, кто-то из ваших друзей имеет рабочий ключ. Итак, открываем проект. Среда разработки выглядит вот таким вот образом. Вы видите внизу, что происходит индексация в момент открытия проекта. Если у вас проект будет гораздо больше, чем просто стартовый проект Angular, то индексация будет идти очень долго. Но благодаря этой индексации, теперь нажав дважды Shift-Shift, я могу написать сюда абсолютно любое слово, например, App. И мне тут выпадет сразу результаты, где в проекте какие файлы встречаются. Индексация — это очень мощная штука в WebStorm. Индексация не дается бесплатно. Для индексации создаются специальные файлы. Они находятся в папочке .id. Но если мы откроем gitignore, то мы увидим, что эта папочка у нас под игнором. Вот она. Если в вашем проекте вдруг нет gitignore файла, и вы используете git, но ID там нет, то добавьте. Иначе эти файлы попадут вам в commit, и это будет очень плохо. Их потом надо будет выпиливать. Это так делать нельзя. Далее, если по какой-то причине вы не видите папочку Node Modules, то, скорее всего, тут в настройках у вас выставлена галочка «Не показывать исключенные файлы». Вы можете нажать это здесь, и она появится. Далее, если мы найдем App Component, перейдем на него, вы попали на этот компонент, и вы не видите, где оно в дереве, вы можете нажать на вот эту стрелочку. И откроется вам этот файл там, где он сейчас находится, проект. Но вдруг вам хочется, чтобы он автоматически открывался всякий раз. Ой, я его свернул. То здесь можете выбрать «Always select opened file». И это будет происходить автоматически. При открытии файла он будет автоматически селектаться. Мне такое поведение не нравится. Мне нравится, когда вот я сам захотел и отправился туда. Почему мне такое поведение не нравится? Потому что я вам настоятельно рекомендую ходить и изучать документацию Angular. Чем силен Angular по сравнению с Vue.js или с React? Тем, что у Angular очень богатая документация в интерфейсах. Обратите внимание, когда я вижу декоратор-компонент, то здесь напротив каждого свойства у меня подсвечивается такая зеленая стрелочка, нажав на которую я попадаю в некоторый Core DTS файл. Здесь над свойством «Selector» я вижу огромное количество документации. Далее, чтобы вернуться назад, мне достаточно нажать «Alt» и квадратную скобку влево. Либо на мышке клацнуть боковую клавишу. Там на мышках есть две боковые клавиши. Если у вас их нет, то купите себе другую мышку. Я даже на работе долго выпрашивал такую мышку и просто пошел купил себе Bluetooth-мышку. Достаточно хорошую. И на данный момент купил себе несколько Bluetooth-мышек, чтобы иметь прозапас. Вернемся назад в эту документацию. Вы можете увидеть, какое огромное количество свойств тут есть у Angular. Первое время, когда я учил Angular, я его учил именно по таким документациям. Более того, когда я изучал Laravel или изучал Magento или Symfony, то я также ходил в документацию, так как PHP имеет очень обширный код. Он открытый, можно там все изучать, там все документировано. То вот ходил туда и смотрел, кто что умеет, как оно работает, от кого я наследуюсь и что я могу переиспользовать. Поэтому это очень-очень мощный инструмент, как обучаться. При этом я вижу, был декоратор компонент, но я попал в декоратор директива. А оказывается, что компонент наследуется от директивы. Как это можно легко узнать? Всего лишь за несколько кликов. Возможно, вы это уже прочитали в документации или просто интуитивно к этому пришли. Но вот вам ответ. Компонент наследник директивы. Вернемся назад. Что мне еще нравится в WebStorm? У него очень хорошая поддержка Angular. Мы можем зажать Ctrl и нажать на AppRoot, и нам сразу же вывалятся все места, где используется AppRoot. Именно как тег. Нажав на него, мы сразу же попадаем в это место. И в обратную сторону это также работает. Также работает это с переходом на HTML, на CSS. И, клацая по классу, мы можем увидеть, в каких модулях оно используется. Что еще есть такого замечательного у нашего WebStorm? Есть такое дополнение внутри каждого продукта IDE от JetBrains. Это Database. В Database вы можете выбрать, с какой базы данных вы работаете. К примеру, MySQL. Указать, какой хост, какой пользователь, какой пароль. Вы можете подключиться к ней. И после этого вы сможете делать SQL-запросы в вашу базу данных. Вы сможете смотреть таблицы, фильтровать. Очень удобный инструмент. На данный момент у меня нету под рукой готовой базы данных, чтобы к ней подключиться. Поэтому, поверьте мне на слово, очень мощный инструмент использовать базу данных прямо в WebStorm. Вы скажете, а зачем мне при разработке фронта иметь доступ к базе данных? Я скажу, это первый способ, как повысить вашу заработную плату. Вам нужно понимать, что происходит в базе данных. Вам не нужно понимать бэкэнд, но вам нужно понимать, какие данные, откуда они берутся, чтобы попасть к вам в верстку, к вам на фронтенд. И поэтому вам нужно бы знать SQL и знать его на достаточном уровне для фронтендера. По этой причине у меня есть специальный плейлист, в котором вы как раз изучите необходимые команды для фронтендеров. Можете отправиться по ссылочке и посмотреть его. Там 9 уроков с домашними заданиями. Буду рад вашим комментариям под тем плейлистом. Хорошо, пропустим базы данных и посмотрим, из каких компонентов состоит моя настройка WebStorm. И донастроим этот проект. Отправляемся в настройки проекта. Это Settings либо Preference в зависимости от вашей операционной системы. Здесь есть раздел, называется Plugins. В нем вы можете увидеть, что у меня 4 плагина установлено на данный момент. Эти 2 плагина были установлены автоматически WebStorm, когда я попытался подключиться к базе данных. То есть вы можете их заигнорить, они к вам автоматически установятся, если вы будете работать с базой данных. Далее я установил себе NX WebStorm для того, чтобы получить красивую UI. Однако это не обязательно в принципе. Далее я поставил плагин SaveAction. Он мне нравится. Этот плагин позволяет запускать инструменты WebStorm. После того, как активируется этот плагин, возможно потребуется перезагрузка. Отправиться в раздел SaveActions. Он тут должен появиться. Выбрать тут галочки. Они говорят, что при сохранении выполняет действие. При сохранении такими горячими клавишами либо пунктом меню тоже выполняет действие. А действие мы хотим оптимизировать импорты. То есть удалить неиспользуемые импорты, к примеру. Надо отреформировать код только если он находится в нашем ГИТе. ВЦС это Version Control System или ГИТ в большинстве проектов. И выполнить еще приведение стилей в порядок. Нажмем тут Apply. Прежде чем отправимся тестировать это, есть еще интересная возможность. Это Will Change Font Size with Command Mouse Will. То есть если я зажму Control либо Command и покручу колесиком, либо по скроллю, то в этом случае размер шрифта может меняться в рабочем окне. Если эта галка будет убрана, то это будет невозможно. По умолчанию галка убрана. Я ее ставлю себе. Дальше можно тут написать Size. Перейти во вкладку шрифтов. Тут мы меняем размер шрифта для рабочего окна. Вот эта вот галочка позволяет получить такие прикольные преобразования шрифта. Если вы делаете тройное равно, а мы часто делаем тройное равно, то он будет конвертирован вот в такой вот вид. Тройное равно. Больше или равно будет в такой вид. Что в принципе выглядит прикольно в коде и немножечко занимает меньше ширины вашего экрана, если для вас это важно. Далее, когда мы вбили сюда Size, то вот тут есть Appearance, Behavior, Appearance и тут можно выбрать Size. Этот Size отвечает за размер вот этого бокового окна и в принципе всех остальных вспомогательных символов на экране. Поставлю его 16, надеюсь вам будет все равно видно. Жмем ОК. Видите, немножечко уменьшилась боковая панелечка. Также дела обстоят и с терминалом. Мы его можем открыть вот здесь. Какое Angular без возможности сгенерировать нужный нам файл? Давайте попробуем сгенерить что-нибудь. Тут есть возможность нажать New и выбрать какую-то схематик. Из списка мы можем попросить компонент, например, Example. И у нас будет автоматически сгенерирован компонент. Для любителей NX я установил специально плагин. Вот он находится с этой стороны. И мы можем сгенерить, скажем, директиву и написать тут, например, scroll директива. Тут можно настроить разные параметры, запустить генерацию в DryRune, чтобы убедиться, что ошибок не будет. Либо даже продебажить, если есть какие-то ошибки. Ни разу не пользовался дебагом. Запускаем. И у нас сгенерится директива. Она сгенерилась сюда вот в корень, потому что так работает генерация директивы. Компонент генерится в свою отдельную папочку. Все это автоматически подключилось в AppModule. Это все равно генерировал Angular. Он делает это одинаково, что в первом, что во втором случае. Здесь мы видим scroll директив и Example Component. Разумеется, какой может быть проект без гита? Я, в принципе, не представляю этого. Отправимся во вкладочку Commit. И мы увидим здесь файлы, которые были изменены. И файлы, которые появились новые в проекте. Мы можем клацнуть на AppModule и посмотреть. Глядите, WebStorm позволяет делать ад построчной. Не брать все абсолютные изменения, а брать только те изменения, которые нам нужны. Бывает такое, что не все строчки нам нужны. Или мы можем делать это быстро, клацнув сюда кнопкой. Либо мы можем правой кнопкой удалить все ненужные нам файлы. Тут правая кнопка сделать rollback. Откатить все изменения, которые мы сделали во всех файлах. Это достаточно мощный инструмент, потому что делать это гитом через консоль очень больно. Поверьте мне, здесь гит умеет решать конфликты очень и очень качественно. Для этого нужно будет отправиться во вкладочку WCS. Гит. И тут будет доступна кнопка под названием Resolve Conflicts. В этом случае вы увидите три окошка. В одном из них будут предыдущие изменения. Справа будут новые изменения. И между ними будет уже результат. Это просто как лучший инструмент, который в принципе есть. Итак, мы сгенерировали Example Component. Давайте его добавим в App Component в качестве используемого. AppExample. И, например, тут добавим AppScroll. Смотрите, я могу нажать Ctrl и перейти в эту директиву. Далее нажать Ctrl и квадратную скобку и вернуться назад. Отправимся в AppComponent TS. Или даже более. Отправимся, как я это обычно делаю. Отправляюсь в Index TS. Ну, скажем, в какой-то компонент, который является базовым роутингом. Нахожу, что здесь используется какой-то AppRoot. Перехожу в него. После этого перехожу в HTML. Вижу, что AppRoot использует AppExample. Иду дальше. Перехожу в HTML. И вот я попадаю в нужное мне место. Если это не то место, что мне надо, могу вернуться назад. И отправиться, к примеру, в директиву. WebStorm позволяет делать эту навигацию безумно быстрой. Это очень круто. Мне это нравится. Далее момент по поводу Save Actions. Я вам не показал. Вот, к примеру, я делаю вот таким вот образом. Save. И ничего не произошло, потому что по умолчанию у нас настроено, чтобы наоборот схлопывать их. Вот этот момент мне не очень нравится. Angular генерирует код с пробелами здесь. А WebStorm по умолчанию имеет другие конфигурации. Хотя, казалось бы, Editor Config здесь уже прописан. Видать, не все поля здесь прописаны. Напишите в комментарии, как поступаете вы. Вы перенастраиваете WebStorm или просто миритесь с тем, что в сгенерированных файлах вот такая вот SRT. А после сохранения он вам автоматически их будет назад гонять. То есть при каждом сохранении файлов, где не было этой стилизации, будет попадать изменение от моего имени. Мне это не сильно нравится, но вот такой вот недостаток. Далее представим, что я хочу тут подключить Private HTTP Client. HTTP Client, жму Tab и он автоматически мне его подключает. Видим, что переменная не используется. Ну, например, можем ее удалить. При сохранении Safe Action удаляет неиспользуемую HTTP Client. Давайте сделаем наоборот. Удалю это отсюда. И теперь у нас есть тут красное. Что делать в этом случае? Нужно нажать Alt Enter, либо нажать Options Enter. И он нам выполнит действия, либо предложит набор действий, которые доступны на данный момент. Видите, он автоматически подключил нам HTTP Client в качестве зависимости. Однако здесь он тоже использует двойные кавычки вместо одинарных. Опять мы имеем некоторое согласование. Очень интересно ваше мнение в комментариях. Как вы поступаете в таких случаях? Как вы приводите все к общему виду? Напишите это в комментариях. Давайте я продемонстрирую, как зумит размер шрифта. Все, в принципе, просто и доступно. Далее интересный момент. Здесь есть Structure. Structure это очень классная штука, когда у нас есть большие классы. В них есть много-много методов. И мы можем, клацая на имя какого-то метода, сразу же на него переходить по навигации. Мы можем говорить, открой, используй только публичные методы, либо покажи все даже унаследованные методы. Это обычно, когда вы разрабатываете на PHP, по-старому, когда у вас огромная цепочка наследований, огромное количество методов, то вот эта вот Structure очень сильно выручает. В JavaScript я, в принципе, ею никогда не пользуюсь. И, разумеется, для NPM тоже есть быстрый запуск команд. WebStorm читает из package.json и позволяет запускать команды с помощью вот такого пункта меню. Либо позволяет непосредственно заходить в package.json и запускать команды вот таким вот образом. И это еще не все. В дополнение к хорошим возможностям по созданию коммита, мы можем отправиться в Git. И вот здесь мы можем увидеть, какая есть у нас ветка, увидеть, какой коммит. Давайте все это добавим. Закоммитим это. Я использую фиктивные параметры. Выполним коммит. И мы видим, что у нас теперь есть два коммита. Очень классная штука, которая позволяет делать WebStorm. Выбрать два коммита, нажать правой кнопкой мыши и нажать сравнить изменения в двух коммитах. Далее, открывая непосредственно файлы, мы можем увидеть разницу, которая была добавлена в момент создания коммита. Далее, мы можем правой кнопкой взять и сделать черепик из коммита. Либо элементарно просто вернуться к предыдущему коммиту. Reverb Commit. Тут вам предложат опции сделать это soft, hard, либо какие-то еще дополнительные возможности. И еще, что я хотел показать, это аннотации. Правой кнопкой на боковом меню, и включив аннотацию, вы сможете видеть, кто какую строчку коммитил в этот файл. Нажав на него, вы сможете увидеть, в каком коммите это было сделано. Здесь мы видим, что это был Initial Commit. Если мы отправимся в файл AppModule, там где были изменения в двух коммитах, то мы увидим, что у нас есть изменения от Maxim и TodayMax. И мы можем клацать на эти пункты. Единственное, мы тут видим, когда новые строчки добавляются, а когда строчки удаляются, мы их так легко не увидим. Но мы легко можем нажать правой кнопкой в любом месте в этом файле. Клацнуть сюда Local History. Он позволяет смотреть изменения файлов между сохранениями. И Git History позволяет нам смотреть историю этого файла. Мы видим Show History. Здесь этот файл замечен в двух коммитах. И мы можем посмотреть эти изменения. Но есть и ложка дегтя в этой всей бочке, так сказать, меда. Я часто слышу жалобы, что WebStorm безбожно зависает на каких-то проектах Angular. То есть, когда проект большой, когда у него много модулей, много проектов. В каких-то ситуациях он начинает зависать и непонятно, что с этим делать. Иногда приходится даже закрывать WebStorm, убивать процесс и так далее. Я с таким ни разу не сталкивался. И, возможно, это связано с настройкой Java-машины. Например, мало памяти выделено, потому что Java потребляет очень много памяти. Поэтому разрабатывать на Java Desktop приложение это плохо, за исключением IDE JetBrains. Хотел бы воспользоваться вашим опытом, чтобы узнать, были ли у вас такие проблемы и как вы решаете эти проблемы. Что вы сделали, чтобы избавиться от зависания WebStorm. Возможно, вы настроили Java-машину по-особенному. Возможно, вам пришлось что-то делать с проектом, чтобы это исправить. Или, возможно, вы просто переключились на другой текстовый редактор. Например, VS Code, о котором я говорил в прошлом видео. Вы можете посмотреть его вот здесь. На этой грустной ноте я хотел бы подытожить. Во-первых, WebStorm позволяет получить больше функционала, чем нужно, чтобы просто разрабатывать приложение на JavaScript. У вас есть обалденный доступ к базе данных. Классные возможности работы с Git. Вы можете использовать WebStorm вместо Postman. Причем это все коммитить и после этого использовать это повсеместно. Я вам этого не показал, но если вы создадите здесь файл, например, test.res, то у вас вот появится такая менюшечка, в которой вы сможете взять примеры, например, пост-запросы на какие-то сервера. И закинув их к себе, вы сможете их выполнять. Например, google.com выполнит запрос с таким-то баги. Благодаря таким тестам вы спокойно можете шарить между вашими разработчиками логику работы ваших API-шек. То еще большой плюс в пользу WebStorm. Минусы это, наверное, то, что это платно. Надо придумывать, как получить бесплатную версию, если у вас нет на это денег. Либо постоянно перезагружать WebStorm. И второй минус это, конечно, проблема с зависанием на больших Angular проектах. Возможно, это решаемо. Я с таким не сталкивался. Не могу сказать однозначно. Если вы работаете в команде с PHP-разработчиками, то, скорее всего, у вас даже выбора не будет, что брать. Вы по-любому будете работать либо в WebStorm, либо в PHP-шторме. Потому что среда общая для всех. Это гораздо удобнее. Касательно остальных языков программирования, напишите мне в комментарии, кто использует продукты JetBrains в других языках. К примеру, Python, Ruby, Java, либо C-Sharp, Rider, к примеру. Я все еще не могу с Visual Studio Code пересесть на Rider, но сильно хочется. Спасибо за просмотр. И до новых встреч. До новых встреч.